Грязноватый цвет неба Добавила Полностью избавиться от белого Поярче будет в тех местах, где светится А небо должно стать неким фоном этой яркости Хорошо? Итак, ты видишь коричневизны очень не хватало И я ее сейчас насыщаю Вот таким светиком избавиться от белого Спокойно упаковывать Возьмешь синьку и раздавливая краску Натащишь ее сюда Натащишь синьку Штрихом и удавливаем ее Хорошо? Да как тут вот? Вот она где находится Вот она Вот примерно Итак, возьмешь голубинку Вместе с сининкой Начнешь выстраивать Вот эти высотки И совмещая их вот такими мощными захватами мастихина С более темными Более светлые С более темными Вот такие Вот такие Вот такие Вот такие Появятся Столбы У этих столбов Потом появятся подштриховки Вот такие выстраивая геометричность домов. Потом у них появятся неосвещенные этажики, а потом появятся и освещенные. Это будет оранжевый. Разбел оранжевого. Ты видишь, буквально этажики. Вот такие сегменты. Частично ты будешь с ними вот так расправляться, частично вот так и отделять. Частично ты будешь маленьким мастихином делать фрагментальные укладочки. Прикольно? Очень. В том числе можно и темные глубокости показать окон. То есть у тебя будет разнообразие укладок. Вкуснятина? Ой, только не факт. Что будет? Кроме этого, в конце появятся звуки вот такого характера. Они тоже будут наполнены содержанием. И вот такими лучами. Потом, когда понарисуем этой архитектуры, заслоним ее лучиками. Ровненькими они станут постепенно. Не торопись их сильно усердно ровнять. Вот, например, здесь дом только строится. Вот ты его взяла, набрала. Темный он. Его скелет еще не достроенный. Набрала, набрала. И у тебя появилось строящееся здание. Прикольно? Да. У него даже макушечка чуть-чуть торчит за пределы. А здесь у нас должно было бы остаться цвет неба, который ты немножечко съела. Пальчиком можно такие вещи отредактировать. Хорошо? Да. Голубой плюс коричневый будет тепловатый цвет. А заодно и темноватый. Такие дома там тоже есть. Правда? Есть дома. Торец его смотрит в ту сторону, уходящее. А другой торец смотрит на нас. Правда? Подровняло. Не надо слишком точно. Главное, чтобы это было красивое пирожное. Из домика. Или вот, например, другой характер укладки. Такой же, как здесь. Но наоборот, будет светиться, например, вот эта часть. И сам характер мастихиновой укладки похож на идею дома. Потом, в дальнейшем, тебе достаточно будет дополнить ее, этот домик, дополнить светящимися оконцами. Подрезать, может быть, разделить. Поняла юмор, да? Наполнить содержанием. Ну, эти же дома темнее, чем в небо. Смотри. Да. А чего они у тебя светлее? Можно и желтый, кроме коричневого, добавить. Сначала передавить. Передавить. Хорошо? Или сначала даже сбрить, потому что мешает. А потом насадить и передавливая уложить. Но они должны стать темнее, чем в небо. И небо все-таки немножко пооставить. Совсем ты его съела. У тебя была кисть, которую ты набирала. Ты ею перемелишь и вернешь небо туда, где ты перебрала. Хорошо? Если мы смотрим на дом снизу, то дом вот по такой траектории идет. Вот по такой. А не по такой. Вот эта для меня геометрия, она всегда вообще никак. Когда мы видим дом сверху, мы видим его... Вот этой галочкой. А когда мы видим дом снизу, то галочка становится вот такой. Вот этого угла. Да. Здесь в основном на уровне глаза, поэтому в основном ровно. И эта сторона ровно, и эта. Но у этого, который поднялся, изменить направленность. Хорошо? Угу. Вот эту решеточку дополнить. Сам дом, может быть, например, здесь освещен чуть-чуть. Да, вот очень темно получается. Все такие мрачные цвета. Нет. Ты же как раз... Повторяешь, что я со своим немрачным цветом заслонила небо белыми домами. Нет тут белых домов. Есть, как же. Вот прям совсем светлые. Сам дом темнее, чем небо. Светики на нем светлее. Угу. Посмотри. Ну да. Ничего не перепутал? Поэтому, когда ты накидаешь вот этих огонечечков, у тебя мрачность уйдет. Но сначала нужно накидать остовы. Поняла? Угу. Не будешь больше? Не знаю. Вот эти уходящие дороги можешь сразу дать настроение уходящего. Хорошо? Потом позаслонить. Это уходящие краски себе надавишь. Домами. Мелкими домами. Если там у нас небоскребы, то здесь дома мелкие, но заслоняют эти дороги. Прикольно? Между домами происходит вспышки светок именно на земле. То есть это не окна, это освещенности на земле. Есть там такие? У нас дорога. Есть? Ты вот сюда смотришь. И находишь дорогу, которая есть. Угу. Смотри, как отражение в стекле формируется, эффект множества. Ты согласна? Я очень согласна. И он, будучи геометричным, дает эффект города. Ты согласна? Да. Что все дело в правильной тональности, в вспышках света и в геометрии укладок. Ладно? Давай. Масло на хлеб ножом. Коричневый голубой, ой, розовый голубой. Дом сопровожден снизу, аж до ухода вдаль, темнотой, которая тоже чуть-чуть хочет быть отраженной. Очень много вещества наложила. Больше старайся такого обилия вещества не класть. Угу. Просто от высокоотеремости. Некоторой раздавленностью пользуйся. Раздавленностью краски. Раздавить мне надо, да? Да. Идея геометрии дома, камней, из которых он слеплен, это не надо делать так, чтобы было однотонно. Старалась делать однотонно. А зачем? Однотонно, там как раз нет однотонного. Светлый угол, да? Чуть-чуть. Темный уход в эту сторону от светлого угла. Есть такое, да? Да. Ну, если честно, не успеваю. Ну, тогда всмотришься, найдешь. Нет, там даже не делается. Не могу вот, я буду понять, я выяснил. линейка этажика, которая уходит, смотри, уходит по вот такой траектории вдаль. смутно и геометрично. Да. Красок себе поддавишь. Балкончик. Оконцы. Ряд оконец, уходящих вдаль. Видел, каким образом я положил? Короткий брикетик. Длинный брикетик. Там был короткий, теперь длинный. И геометрично. Да? Можно попробовать, я посмотрю? Давай. Потому что я вот тут херовек, вот так вот и правильно делаю, да? Только очень много захватываешь. Вот так вот? Да. Только без уклона не падательный уклон, а ровный. Ровный уклон. Ага, это вот такие, полу такие, да? Хорошо? Ну, что дальше делать? Ну, здрасте. Перед тобой карта-схема, чего делать? Я сейчас... Вот темней, вот светлей, вот красней, вот синей, голубей, ну, тогда чистый. Смотри, здесь в домах этих отражаются отражаются дома другие. И это тоже можно показать, как оно там и есть. И все уходит в синьку, в голубинку, центра. Смотри, я рисую практически пятна. Да? Смотри. Но конструктив пятен подглядываю оттуда. огонючечки. огонючечки внизу на земле. Они как бы еще и отражаются и как бы пляшут. Есть там такое у них? усиливаю желтоту и белизну этих... Сначала розовый положил, да? Угу. Есть ощущение улицы? Да. оттуда. Угу. 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 Над домами, смотри, более голубо, эти же домики более голубо, и уже не так противненько, правда? По-моему, ты просто не докидала еще световых вот этих звуков, поэтому тебе кажется он противным, хотя звуки укладываешь технично. Смотри, светлое на светлом, я высветлил и еще добавил светлого, зазвучало пятно? Да. Смотри, светлое на светлом. Смотри, светлое на светлом. Ну, методом щупа, потому что это не конкретные какие-то технически совершенные укладки. Это звуки на удачу. Согласны? Да. Что это было на удачу, помню. Бирюзовенький можно задействовать. Вкусненько? Да. С желтотой его можно задействовать. Вот. К тому же, что у нас еще очень много этих полосочек. Полосочки здесь очень многое оформляли. Очень многое оформляли. Чтобы эту решимость на полосочку произвести, может быть, стоит потренироваться сначала ваше действие проводить по соседству, на палитре. А потом уже прийти и сделать это на местности. Логично? Да. Ее будет. А нет, мы как-нибудь потом осветим. Зачем? Ну, как-то, чтобы они тоже немножко. Ну, чтобы не переборщить со светом, потому что там небо довольно темное. Там, если есть светленькое, то в каких-то вот таких местах. Можно потом кистью будет отогнать. Чуть-чуть. Темно-то. Да? Да-да-да. Лежачий к холсту кистью, отштрихивающийся, чтобы вырывающийся от этого свет. А здесь можно с оранжевинкой зайти. Сначала надымить, 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 а потом заслонить архитектуркой. Еще один способ укладки сегментов, вот такой. Если хочешь, поместим и его. Хорошо? Чего-то не хватает, а чего не пойму. Как-то жизнь у меня. Я правильно. Спасибо. Смотри, формируется площадка. Как бы линии горизонта, правда? Вот здесь вот как-то это зеленое, конечно, я расскажу, что я не знаю, здесь только наряд у нас красиво. Хормируется площадка. Поехали. . Прекольный Так, а этот дом у нас Что это с ним? Здесь они Ровненько А там начинают загибаться В обе стороны Не так сильно В этой картинке Угол уклона не такой сильный Хорошо бы еще Вот так хорошо Вот сразу же Вот с этим домом Тоже нужно что-то сделать Ну примерно так же Можешь поступить С какой-нибудь стороны Его оттенить или отсветлить Мне бы какое-то печальнее совсем Можешь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот смотри Появляется угол дома Богаче стало пятно, да? Да Ну и там тоже самое, как-то так.